Всем привет, друзья, с вами Леар. Сегодня мы снова будем играть в Half-Life, в старый мод на Half-Life, который называется Dark Interval. Опять же, он посвящен бета-версии. Здесь есть несколько глав, три главы, вступление, сети 17, вторая глава не имеет названия, и третья глава старые друзья. Как бы, это всего лишь парт 1, то есть как бы, глава первая, Dark Interval, глава первая, скажем так, но второй главы нету, насколько я понял. Хотя этот мод разрабатывался очень давно. Но сделан он очень хорошо, судя по отзывам и по скриншотам. Я не смотрел прохождение этого мода, я его просто нашел и решил в него сыграть. Мне вообще нравятся все моды, которые посвящены бета-версии Half-Life, потому что они очень хорошо сделаны. Да и во-первых, тут есть противники, которых нету, которых нету в основной игре. Также тут обновлены текстуры. Новое оружие добавлено. Как вы понимаете, играем мы не за Гордона Фримена, а за кого-то другого. Плывем на лодке по... То ли по загрязненному морю, то ли это река какая-то. Хотя для реки она слишком широкая. Ржавые корабли поломанные. Вот я сошел с лодки. Оружия у меня вообще никаких нет. Мы куда-то причалили... Я каля... Я каля... Я каля... Я каля... И я так понимаю, мне надо подняться на этот корабль? Да. Или что я должен сделать? Эй, вот мы очнулись в какой-то капсуле. Возможно, это были наши воспоминания. Давайте сделаем звук чуть потише. Похоже, что мы тоже на борту корабля находимся. Скорее всего. Команда обслуживания криогеники. Немедленно доложите статус. Криогеника это имеется в виду вот эти вот капсулы, в которых задержатся замороженные люди. И походу я один из этих людей. Походу у нашего персонажа небольшие глюки. Биологические заражения в зоне хранения. О, кстати, смотрите, как тут сделано. Ты когда берешь объекты, через них можно видеть. То есть, видите, он становится прозрачным. Это очень классно сделано. Типа, если раньше, допустим, берешь кирпич и через него ничего не видишь, то теперь... Можно видеть, допустим, ящик. Блин, фонарик бы. Я слышу хэдкрабов. Это что такое? Так. Кажется, эти хэдкрабы, они... ...дохнут от одного броска кирпича. А бочки я поднимать не могу. Походу, где-то еще есть хэдкраб. Да, вон еще ползает. Так, здесь потыкать ничего нельзя. А я могу его тело поднять? Нет, не могу. Не могу. Хочу заметить то, что эта игра сделана немного пугающим. Вот так вот, без фонарика. Здесь есть, конечно, освещение, но... Фиг пойми, что тут может тебя ожидать за углом. Так, это вот лечилки, я так понимаю, да? Это что такое? Вот это вот лечилки, которые могут меня вылечить. А это скорее капсулы, в которых содержались хэт-крабы. Скорее всего. Да, так и есть. Это что, лифт? Видимо, да. Тут есть еще какая-то дверь, но... Блин, я туда не пойду, там слишком темно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так понимаю, это капитан корабля? Или ботсман? Или кто-то из команды корабля? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, он их спрашивает про рационы. Паёк с сыром, значит. Окей. Это у нас что? Это у нас... ...этот пистолет. Который можно поджигать врагов. Тут патроны на него. И где-то опять хэдкрабы. И это как-то. Да он красиво, ладно, черт с ним, со вторым-то что? Кстати, вот эти вот, интересно, взрываются или нет, если в них выстрелить? Ой... Костюмы какие-то... А, у меня фонарь есть, окей... А почему до этого его не было? Костюмы... Эй, Айсман! Звели не открываются... Это тоже... А сейчас как? Куда мне? Если эта дверь не открывается... Надо было, видимо, с ним поговорить... Надо было, видимо, с ним поговорить... ... 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 Ай. Ой. Так, горящие зомбачки. Опасные создания. Так, я вижу там броню, аптечку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой... Как мне его выкинуть? На какую кнопку его выкинуть-то? Алло. А, вот. Оно как подбирается, так и выкидывается на Е. А то я думаю, тут какая-то особая кнопка типа В, М. Здрасте. А, вы предлагаете мне спуститься? Окей. Шифт ускорением. Там охрана. А если я к охраннику подойду? Вы тоже видите этих птиц? Надо пойти и посмотреть на них. А, меня туда не пустят. А, меня туда не пустят. А, меня туда не пустят. Это вот клематоры, которые всё сжигают и избавляются от лишнего мусора. Тут оружка есть, только её взять, понятное дело, нельзя. А, меня туда не пустят. А, меня туда не пустят. А, меня туда не пустят. Непонятно только куда мне сейчас идти. Куда-то сюда. Ну, понятное дело, меня сюда не пропустят. Хотя нет, пропустили. А, меня туда не пустят. Блин, знаете, я не ожидал то, что мы всё-таки играем за Гордона и то, что нас сейчас встретит Барни. Оказывается, тут он работает в порту. Хотя у меня была версия, то, что мы играем за Гордона. Типа, он замороженный был в криокамере. Это что за подзагрузка такая была? Что за подзагрузка? Мы действительно могли бы использовать больше хороших пинкс и хороших людей вокруг нас. Вы выбрали, или вы выбрали, чтобы переложить в один из наших лучших центров urbanных мест. Я думал так много о Сити-17, что я выбрал мне администрация здесь, в Ситаде, так внимательно присоединяющих наших бенефактор. Я был рад, чтобы называть Сити-17 мою дом. И так, если вы здесь, чтобы остаться, или вы перейдёте по пути к местам неизвестных, добро пожаловать в Сити-17. Ну, понятное дело, что это говорит доктор Блин. Про Сити-17, то есть про этот вот город, в котором мы сейчас находимся. Кстати, заметьте, мы сейчас видим Сити-17 немного с другой стороны. Раньше мы видели жилые районы Сити-17, а сейчас мы видим порт, то есть грузовые районы. Грузовые, в смысле, откуда прибывают все ресурсы. Я надеюсь, в этих контейнерах содержатся ресурсы, а не только хедкрабы и зомби. Хотя чёрт его знает. В них могут находиться разные твари. Хотя тут фабрики работают. Хорошо, здесь есть вход в Интер-Сити-17. Мы часто используем этот чекпоинт. Обычно люди приезжают в тренинг. Но я думаю, что ты всегда был эксцепционен. Все раздолбанное такое. Все сломанное. Рейн. Дождь. Помните, когда ты встал, идите через индустриальный сайт и в Терминал-Плаза. Ты не сможешь забыть его. Просто следите на улице. Когда ты в тренинг-стационной, найдите безопасность. Он будет открытым, и я вас познакомлю. Ты встал. Не волнуйся о туре. Я был активным во время войны. Прежде всего, это был один из техпоинт. Знаешь, когда портал-плаза. Но это новое. Давайте посмотрим, что я могу вернуть силу. Я понял. Турели не работают. Не лаботают. Ну и хорошо, что не лаботают. Ладненько. Но что-то мне подсказывает, что потом они заработают. Хотя фиг его знает. Возможно, этот мод даже не про стрелялку. То есть нам не выдадут какое-нибудь тяжелое оружие, чтобы уничтожать противников. А мы так и будем просто пробираться гуськом. Сети 17. Сети 17. Это, получается, у нас уже глава первая. Вентиляторы. 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 Так, двейтая запирта. Продолжение следует... Продолжение следует... В капсуле какой-то... Так, не пойму, куда мне теперь... Здесь как бы тупик... Вот сюда мне... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, ты будешь тут меня ждать... Хорошо... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, вот этот завод-то... Очень знакомый завод... Продолжение следует... 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 инопланетные формы жизни, назовем их так. Пока что у нас нет костюма. А я не умру, если прыгну? Мне кажется, надо его прихлопнуть кирпичом. Ну, я как увидел кирпич, мне сразу же эта идея в голову пришла. Просто мы уже били кирпичами этих. Человек почти потерял успех, и тогда вы пришли. Этот один из вас — «Адепт Оф-Вайр». Есть системы коллекторов рядом. Мы должны использовать их, чтобы сделать нашу жизнь в голову. пойдем система коллекторов то есть канализация паразиты воде они не могут навредить в этот раз так 1901 мы отсюда вышли из 017 19 это куда отведет нас сети 19 что там или это отведет нас в девятнадцатый отсек нифига он перепрыгивает так тут крематор мертвый чудовище альянса обрело свою кончину в недрах города и нам дают его пушку кстати у него очень жесткая пушка где у него голова у него нет головы кто-то ему оторвал голову а вот она это картошка раз нам дали пушку значит мы сейчас будем стрелять давайте тогда сохранимся или нам надо пострелять по этим а ну да это же пушка она сжигает блин она заметьте как стреляет вроде бы я пламенем достаю доход краба он счет не поджигается то есть кажется что я стреляю на дальнюю дистанцию но почему не попадаю я надеюсь патроны бесконечные а то вдруг они конечные я просто так и врач волк откуда блин все такое красное как будто это какая-то плоть из какого-то мира дзен или из мира кри или как будто мы в каком-то желудке так но это не открывается вот эти вот классные растения ты к ним подходишь ритки хоба прячутся боятся тебя ай не пугайте и сюда пойдем мой друг подобно миру который наш род когда-то считал домом блин здесь вот это вот канализация сделана просто шикарно мне вот эти растения очень нравятся тут лестница если что есть можно кстати вот так вот пройти нельзя и и и и и Играет музыка К сожалению, патроны у меня тратятся О, давай, дави их Запинывай ножками Мне не нравится то, что эта штука стреляет на такую короткую дистанцию Это немного плохо Все, все сдохли Да блин Даже оружие Альянса не может долго вынести таких условий А почему он не говорит? Почему голос у него пропал? А там что? Тут мертвые вартигонты Тут их кила Эй, какие-то токсины Выходим в какой-то трясине, жиже Я бы назвал это говном Но это как-то неприлично Сказал я Ладно, пойдемте Вот мы и выбрались, мой друг Аксис И кто из них? Аксис Вот этот, наверное О, это аптечка есть Блин Вот не бухайте, ребята Не бухайте Вот вам наглядный пример Что будет Если вы будете бухать за просмотром телека Продолжение следует... Прикольно Эй, а вы-то еще со мной не идете? Вы решили меня бросить? Привет Привет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это, кстати, главная улица, а там прибывают поезда. Вы читаете? Я вот читаю. Рука немного не соприкасается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне вот нравится то, что говорит доктор Брин. То, что день превращения... В бессмертных недалек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а куда нам тогда? Сюда? Продолжение следует... Не надо было сюда входить... Кстати, а если... Мне просто интересно... Чё там дальше? В других комнатах? Сейчас, по сути, сюда Барни должен войти... Ну, скорее всего... Логично будет, если он войдёт... Тут вот ничего нет... А, тут тоже ничего нет... И дверь закрывается... Трябать в этих комнатах? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры следует... Ни хера себе они, стреляют по мне, доцепись ты от него. Ну, мы сейчас на вагонетке будем гонять, прямо как, первый. Это мне нравится. Там что-то страшное. Я могу ехать очень быстро, но давайте поедем помедленнее, просто вдруг будет что-то интересное. Например, вот здесь. Что-то мне подсказывает, что мне сюда и надо. Это летающий сканер. Типа знаете, которые фоткают и ослепляют. Это летающий сканер. Это летающий сканер. Бочки тут какие-то желтые. Это летающий сканер. Это летающий сканер. Это летающий сканер. Так, видимо здесь хранились вот эти вот снаряды, но... Один из них был поврежден. И люди, которые здесь работали, пострадали от этого. Я вижу, там еще зомбаков. Причем много зомбаков. Играет музыка. Ну вот, ты там, сделай что-то! Да блин, они меня отшвыливают. Какая себе. Играет музыка. Играет музыка. Очень много раз. Играет музыка. Благодаря Боже. Ребят, накану. Я думал, если бы я тут где-то не кладешь. Важно, я не знаю, почему ты даже сюда в квартал, но бы ты еще остался лаком. Играет музыка. Играет музыка. Так много. В любом случае, вы думаете, что много медиа решили, что это будет хорошая идея смоклить один из этих канистеров и посмотреть, что внутри. И теперь, все это внутри и, ну, в外ном. Они выходят, и моя команда является мобильным зомби-мобом, как в какой-то хоррор-флаке. Ты бы делал им право отставить их от их мисерии. Ну да. Окей, взяли, украли контейнеры и решили посмотреть, что внутри. Это офигенно. Что наверху? Я понял, тут наверху дофигеще хэдкрабов. И я так понимаю, мы еще успеем на этот верх подняться. И куда нам? Сюда или туда? Сюда. Сюда. так здесь тупик значит нам туда чай должно остаться еще четверо сказал он откуда он откуда прыгнул ой блин ядовитые терпеть не могу ядовитых хотя быстроногие на не опаснее потому что они быстро и в них попадешь первых фиг попадешь на ядовитые то они медленные мне кажется лучше носить с собой эту штуку на случай появления хэдкраба и и Да блин. Всё вроде как. Эй мужик выводи нас отсюда. Там дверь закрыта надо её открыть. Ну чё он не идёт-то за мной? Я же вроде всех убил. Давай-давай тормоз. Поехали. Поехали. Кто-то всё-таки забил хэдкраба. Значит кто-то выжил. Неужели мне сейчас на кран? Видимо так и есть, мне надо подняться на кран. Так, а как? Где тут вход-то? А нет, не на крана. Куда тогда? Тут входа нет никакого. Здесь тоже входа никакого нет. Нет. Или может надо, чтобы этот со мной пошёл? Ты пойдёшь со мной, нет? Алё. Давай я тебе помогу. Пойдём. Вот сюда. Какой-нибудь тормоз. Может надо что-то с этой штукой сделать? Та-а-а-а-ак. Вряд ли. Так, чё тогда? У нас ещё есть. что я запутался я так понимаю надо попасть в это здание вот на верхний этаж вот этого здания как него попасть ну что видите там есть переход где он почему он не идет за мной ну иди сюда блин это вот все из-за него чем так тормозит таем и может нам на кран нет куда нам и и и и да он конечно такой тормоз самый тормозящий нпс а 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 Нет, не сюда. Ни хреново ли тебе спать вот так вот на улице, на матрасе, в здание бы хотя бы зашел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...